5 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения края. Такая сумма из федерального бюджета выделена впервые. Больница Забайкалья ждет капитальный ремонт, а уже после него и приобретение новейшего оборудования. Сегодня большая часть работ уже подходит к завершению. На самом главном объекте побывала наша съемочная группа. Краевая детская клиническая больница. От старого отделения реанимации и интенсивной терапии остались только недобрые воспоминания. Плитка с 30-летним стажем службы, скрипящие полы, на окнах краска. На сотню слоев. Теперь же здесь все по-новому. Пластиковые перегородки, современные отделочные материалы, новая электрика и сантехника. По плану до 1 декабря строители должны отсюда уйти. Но уже сейчас, говорят медики, душа радуется. Конечно радуется. То, что было и то, что есть сейчас, это небо и земля. И для нас это очень много значит, что будет чисто, что будет все красиво, что будет хорошо работать здесь. Постарались мы перестроить, как было удобно. Но посмотрим, как это получилось. В состоянии капитального ремонта сегодня 5 отделений больницы. Впрочем, чтобы увидеть, каким будет итог, ходить далеко не надо. Еще 5 отделений за рекордные 2 месяца уже отремонтированы. Сияет новая плитка и начищенная доблеска операционная. А в отделении раннего возраста новые боксы. Больше по площади, с хорошей вентиляцией. Главное, с претензией на уют. Находятся дети после хирургических вмешательств, после многоэтапных хирургического лечения на выхаживании. Маловесные дети на выхаживании. Поэтому сроки пребывания достаточно длительные. И теперь, после ремонта, условия для пребывания и детей, и матерей, они, конечно, изменились в лучшую сторону. Как уверяют врачи, ремонт на интенсивности работы больницы не сказался. Пришлось временно потесниться, но прием ведется. До конца года будет отремонтировано 11 отделений. На это из федерального бюджета выделено 57 миллионов рублей. На эти деньги также закуплено новое оборудование. Например, вот такие куветы. Здесь, не прикасаясь к малышу, можно делать флюорографию, измерять температуру, вес, проводить искусственную вентиляцию легких. По программе модернизации, в основном, мы упор сделали на лечение ретинопатии. То есть, это дети недоношенные. Когда рождаются недоношенные дети, происходит с элементами страдает зрение, страдает слух. И поэтому мы целенаправленно приобрели оборудование для лечения вот таких детей. В следующем году больницы также попадают в программу модернизации. Уже выделено 42 миллиона рублей. Таким образом, будут капитально отремонтированы все 28 тысяч квадратных метров больницы. Новый облик приобретут и фасады. И впервые все 9 зданий визуально станут единым ансамблем. Наталья Горкина, Вадим Склаков, Вести, Чита.